Мобилизация в России идет восьмой день. И каждый день мы видим все новые ролики из военкоматов. Женщины утирают слезы и напутственно крестят призывников, мужчины деловито грузятся в автобусы, как будто так и надо. Можно подумать, мужики на рыбалку собрались, а не на войну, где придется умирать в окопах и гореть в танках заживо. В первые дни войны, когда в России впервые нешуточно замаячила перспективу мобилизации, многие оппозиционеры надеялись, что это наконец-то разбудит аполитичных россиян. Гордиться вставанием с колен и геополитическими победами удобно сидя на диване. А вот когда ради мутных кремлевских идеалов придется бросать привычную жизнь и отправляться на фронт с немалыми шансами сложить голову где-нибудь под Лисичанском, тут-то люди запоют по-другому и выйдут протестовать. Но что мы видим в сентябре? Как и в конце февраля, на улицу выходят активисты, а те, кто уже получил повестку, даже не ропщут. Они покорно бредут на призывной пункт. Вот, например, довольно типичная история из Твиттера. Семья из Омска. Живут, судя по всему, неплохо. По крайней мере, на кафе деньги есть. Единственный сын получил повестку, и родители со спокойной душой провожают его на войну. Хотя отец сам бывал в горячих точках и понимает, что это ад на земле. Мне кажется, автор этого треда очень точно сформулировал отношение многих россиян к призыву. Они воспринимают ситуацию как какую-то поездку на спортивные соревнования за честь Родины. Что же такое приключилось с нашими соотечественниками? Они все с ума что ли сошли? На самом деле нет. Но как ни парадоксально, в этой ситуации ваш главный враг – ваш мозг, и заложенные в него природой механизмы. Нам с вами сегодня нужно их понять. Давайте попробуем разобраться. Прежде чем начнем разбираться, у меня обращение к подписчикам. Во время этой поездки в Европу я встретился с несколькими местными политиками и удивился нескольким вещам. Во-первых, со мной внезапно готовы разговаривать. Меня никто не выбирал, но оппозиционный политик с такой аудиторией, как моя, интересует европейских политиков довольно высокого уровня. Во-вторых, то, что я им рассказываю про россиян, которые пытаются сейчас уехать, является для них совершенно новой информацией. И они приветствуют ее и то, что они ее услышали. Мне кажется, эти разговоры могут на что-то повлиять. Поэтому я хочу вас попросить, если среди моих зрителей есть те, кто может помочь организовать встречу с людьми в Еврокомиссии или в любых национальных правительствах Евросоюза, которые занимаются вопросами внешней политики или России. Пожалуйста, помогите организовать такие встречи, и я тогда на них приеду. Моя цель не в том, чтобы встречи были публичными, и типа фотки публиковать там, я, мол, с такими-то встречаюсь. Моя цель в том, чтобы донести мою позицию до политиков. Ну и вообще, как бы, поговорить, не знаю, обвиняться мнениями. Если вы можете помочь тем, чтобы такие встречи сделать, пожалуйста, заполните анкету в описании к этому видео, и я с вами свяжусь. Сегодня будет много слов про когнитивные искажения, и я для начала хочу предостеречь вас от одного из них. Сейчас мы видим множество примеров, как люди идут в военкомат по собственной воле. А тех, кто уклоняется от призыва, наоборот, особо не видим. Поэтому возникает впечатление, что россияне все поголовно смирились с тем, что надо ехать на войну, убивать и умирать. Но ничего подобного. Уклонисты сейчас меньше всего стремятся к публичности. Это вопрос их безопасности. Но посмотрите на безумные многочасовые очереди на границах. Это как раз те россияне, которые на войну не хотят. Но факт остается фактом. Есть много российских мужчин, которые, получив повестку, идут в военкоматы как будто так и надо. И не только в глубинке. Там как-то, может, еще и можно было это понять. В маленьком городе, где все на виду, спрятаться довольно сложно. Но вот видео из Темирязевского военкомата Москвы. Это вообще почти самый центр. Мы видим совершенно обычных, нормальных с виду людей. Если не знать контекст, то выглядит все совершенно обыденно. Молодые люди куда-то едут, а женщины их провожают и немного грустят. Что ж, бывает. Ни за что не догадаешься, что это женщины, которые, скорее всего, видят своих мужчин в последний раз в жизни. Понятно, что в России действительно есть люди, которые верят телевизору. Мол, нам угрожает коллективный Запад и надо срочно спасать родину. Эти люди имели все шансы записаться в контрактную армию. Но, как мы знаем, контрактников в нужных количествах найти не удалось. Пришлось вырабовать зэков из тюрем. А теперь вот российские власти объявили мобилизацию. Это, в принципе, исчерпывающий ответ на вопрос, хотят ли россияне воевать. Хотели бы, поехали бы сами. Мы тут много раз говорили о том, что российская власть всегда строилась на неучастии. На том, что люди тихонько живут своей жизнью и в политику не лезут. Но теперь-то, когда дело касается их собственной жизни и смерти, пора бы уже открыть глаза и почитать, что в интернете пишут. Ребята из этого ролика кажутся обычными москвичами. Которые еще вчера жили своей жизнью и ходили в институт или на работу, встречались с друзьями, строили планы на будущее. И среди этих планов явно не было варианта оказаться на поле боя. Не похоже, что они рвутся на войну. И все-таки они едут. Почему? Какие такие причины заставляют людей слушаться? Начнем с самого простого. Люди боятся сесть в тюрьму. Буквально на днях Путин подписал поправки в Уголовный кодекс. И теперь за отказ воевать можно получить до 15 лет тюрьмы. Но давайте честно. Слышать об этом все слышали. Но практически никто этот документ в руках не держал. И знают о нем в пересказе СМИ или блогеров. И далеко не все уловили ключевой момент. Ответственность за дезертирство наступает только для тех, кто уже находится в армии. О том, что за неявку по повестке грозит разве что административная статья и штраф в пределах 3000 рублей, который еще и вряд ли выпишут, многие вообще не знают. И свято верят, что если они проигнорируют подписанную ими даже повестку, их тут же схватят и уволокут в тюрьму. А дальше они приходят в военкомат, получают направление войска, и теперь уже они действительно рискуют попасть под уголовку, если откажутся идти на фронт или выполнять приказ. Именно поэтому ходить в военкомат категорически нельзя. Вы скажете, что эти люди сами виноваты. Надо было сперва во всем как следует разобраться, а потом уж принимать решение. И в теории будете правы. Но на практике люди склонны действовать, исходя из собственных представлений о реальности, которые от настоящей реальности часто очень далеки. И не потому, что люди глупые. Просто все мы иногда оказываемся жертвами когнитивных искажений. Сейчас реклама, потом об этом всем дальше поговорим. Как наше мышление может загнать нас в эту ловушку? Помимо мобилизации в России продолжается экономический кризис. А из-за обращения Путина фондовый рынок упал почти на 9%. Это самое сильное падение за последние полгода. Российскому бизнесу придется сильно постараться, чтобы пережить этот год. В таких условиях растет спрос на финансовых директоров. Это люди, которые оптимизируют затраты бизнеса и предотвращают финансовые риски. Вакансии финдиров на Headhunter сейчас больше тысячи штук. А их зарплата начинается с 150-200 тысяч рублей. Если вы финансист, бухгалтер или студент-экономист, то вот ваш шанс сменить сферу деятельности и повысить свой доход. А если вы предприниматель, то на курсе научитесь выстраивать отчетность и составлять финансовую стратегию. Обучиться новой профессии вы сможете на курсе «Финансовый директор» от Академии Edison. За 4 месяца вы пройдете насыщенную программу, отработаете навыки на онлайн-тренажерах и разберете 14 бизнес-кейсов из разных сфер. И все это вместе с экспертами из таких компаний, как Nestlé, Megafone и Avon. А помимо полноценной базы для обучения будущих финдиректоров, на курсе есть еще дополнительный блок для развития управленческих навыков. Академия Edison – ведущий сервис корпоративного онлайн-обучения. Им доверяют Bosch, Mercedes-Benz, МТС, Сбербанк, Озон. Доступ к контенту бессрочный, так что вы можете спокойно регулировать нагрузку и совмещать учебу с работой. База знаний регулярно обновляется и актуализируется, что пригодится вам и позже в работе. После обучения HR-специалисты подготовят вас к интервью, разошлют резюме в компании-партнеры, что поможет вам быстрее найти работу по новой специальности. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, чтобы узнать больше о программе курса. А с промокодом КАЦ вы получите суммарную скидку на обучение в 50%. Продолжим. Это только кажется, что люди действуют логично и разумно. По крайней мере, те, кого мы привыкли считать вменяемыми и адекватными. На самом деле, нами управляет наш мозг, а это страшный ленивый орган. Мыслительный процесс – ужасная энергозатратная штука, а организм старается экономить ресурсы. Поэтому даже очень важное решение мы часто принимаем не путем сбора и анализа информации, а на основе тех данных, которые уже есть. В результате возникают всевозможные вот эти самые когнитивные искажения, из-за которых наш мозг начинает играть на стороне призывной комиссии. Так вот, как мы уже сказали, наш мозг ленив, если человек уже решил, что за уклонение его посадят в тюрьму, он с большой вероятностью не станет рыть в интернетах в поисках дополнительной информации, а просто испугается и побредет на призывной пункт. Но ведь война куда страшнее, чем тюрьма. Вероятность выйти из тюрьмы, если нездоровым, то хотя бы живым, гораздо выше, чем вернуться домой с войны. Так-то оно так, но это теоретические выкладки. Что мы на самом деле знаем о войне? Да практически ничего. Все наши знания, по большей части, из кино, а оно на то и кино, чтобы показывать пусть страшную, но красивую картинку. Да и в конце почти наверняка будет хэппи-энд. Погибнут какие-то второстепенные персонажи, а главные герои обязательно выживут, вернутся домой. В нашей стране о войне еще со сталинских времен говорят очень однобоко, с акцентом на героизм и победу. В путинской России войну вообще перелицевали в лубок, пытаясь выжить из нее хоть какую-то объединяющую идею. Те, кто воевал в Великую Отечественную, чаще всего были не очень щедры на рассказы. Да, и в живых-то почти никого не осталось, чтобы вправить нам мозг. А людей, прошедших через горячие точки в послевоенные годы, не так много. Так что вероятность, что среди ваших близких есть кто-то с реальным военным опытом, довольно низкая. Кстати, люди в Дагестане, где сейчас, судя по всему, происходят самые активные протесты, возможно, потому и протестуют, что в этом регионе о войне знают не понаслышке, в отличие от центральной России. Для большинства россиян война – это какая-то абстракция. А вот с людьми, отсидевшими в тюрьме, знакомы многие. Россия – один из мировых лидеров по числу заключенных. У нас каждый десятый побывал в заключении. Это с учетом женщин и детей. А среди мужчин – почти каждый четвертый. Российская тюрьма – это страшно. До начала войны это было худшее место, куда вообще можно попасть. Так что неудивительно, что риск оказаться в тюрьме может восприниматься гораздо ярче и убедительнее, чем риск погибнуть на войне. Да и кто вообще сказал, что я там обязательно погибну, думают люди? Разумные люди более-менее понимают, что объявленные Шойгу 5937 погибших – это фикция. У реальных цифр их можно только гадать. Но кто видел этих погибших? Смерть российских солдат находится за пределами информационного поля. Погибшие вроде бы есть, но их как бы и нет. Человек, который идет на призывной пункт, наверняка догадывается, что война – штука смертельно опасная. Но верит, что смелого пуля боится и смелого штык не берет. Да и что такое смерть? Человеку легко представить себе то, о чем он имеет хоть какое-то представление. А про смерть не знает никто. Поэтому ее боятся и стараются о ней просто не думать. Вряд ли кто-то из вас постоянно живет с мыслью, что однажды умрет и регулярно оценивает риск этого события. Такая жизнь была бы невыносима. Так что мозг благородно защищает нас от подобных мыслей и одновременно создает опасное когнитивное искажение. Мужчина, который едет в военкомат с повесткой на руках – не дурак. Он понимает, что на войне могут убить. Но для него это чистая абстракция. С ним такого случиться не может. Риск осуждения со стороны родных, коллег и друзей, считающих, что надо отдать долг родине, выглядит куда реальней. Человек – существо социальное. Он хочет быть в группе. А нас все эти месяцы убеждали, что большинство россиян поддерживают войну. Пойти против большинства – на такое не каждый решится. Это, как ни смешно, в моменте может быть гораздо страшнее, чем отправиться на передовую. А убеждали россиян в том, что вся Россия за войну – все. И российская пропаганда, и даже некоторые оппозиционные СМИ, и кто смотрит, и украинские СМИ тоже, и в интернете все. Так что у всех сложилось такое впечатление. Откуда берется фатализм? Мы живем в стране, где существует особый вид отношений общества с властью. Добровольно принудительные. В советское время люди с высшим образованием ездили на картошку, а на майские праздники граждане отправлялись не на дачу шашлыки жарить, а на демонстрацию, чтобы махать флажками перед трибуной. В наши дни люди голосуют по указке начальства на работе и посещают митинги в поддержку власти. Для многих мобилизация – явление того же порядка. Да, не хочется, но надо. Тем более, что люди не всегда умеют оценивать риски и в целом надеются, что пронесет. И давайте не будем забывать о пропаганде. Люди, которых она не зацепила, даже по касательной, скорее всего, уже в безопасности. Ну или стоят в очереди на выезд из страны. Ну или собираются в нее встать. Или еще другие способы избежать поездки на фронт. Все остальные телевизор посмотрели и свою порцию яда оттуда получили. Они, может, и понимают, что пропаганда им врет. Да и в целом ситуации в стране не очень довольны. Но картину мира получают именно от пропаганды. Когда сам президент объявил мобилизацию, хочется верить, что она частичная. Хочется верить, что солдат сперва хорошо накормят и тепло оденут, потом старательно обучат и только после этого отправят воевать. И не на передовую, а освобожденные территории охранять. А как только человек в это поверил, переубедить его будет, ой, как нелегко. Еще одно когнитивное искажение заключается в том, что мы охотно верим фактам, которые подтверждают наше воззрение и очень подозрительно относимся ко всему, что им противоречит. Ведь мозг, как мы знаем, ленив, а новая информация заставит его работать. Поэтому мы от нее просто отмахиваемся. Мол, это все фейки. Я говорю об этом каждый день и повторю еще раз. Если вы мужчина и находитесь в России, ваша главная задача в жизни сейчас избежать призыва. Да, вынужденная эмиграция, необходимость сменить жилье и бросить работу, жизнь на полулегальном положении, так себе перспективы. Плюс нет стопроцентной гарантии, что все это сработает. И тут вас подстерегает еще одна опасность. Ощущение, что проще вообще ничего не делать. Тем более, что успехи мы склонны принимать, как, ну, добытые нами, приписывать их себе. А вот поражения любим выяснять вмешательством злых внешних сил. Да, все плохо, но я в этом не виноват. Как мы видим, наш мозг готов подкинуть утешение в любой сложной ситуации. У него есть когнитивные искажения на любой случай. Не ведитесь. Если у вас есть риск попасть под мобилизацию и вы ловите себя на мысли, что готовы сдаться военной машине без боя, гоните эти мысли прочь. Возможно, через пару недель или месяцев военкоматы начнут гоняться за уклонистами. А может быть, нет. Пока для того, чтобы избежать отправки на фронт, достаточно соблюдать довольно простые правила. И главное, ни в коем случае не приходите к военкомату. Если вы просто это будете соблюдать, если вы своими ногами в него не придете, то, ну вы если не в безопасности, то вы глобальнейшим образом снизили риск попасть на фронт. Мы пока не знаем ни одного случая, чтобы кого-то поймали и привели на призывной пункт силой. Зато видим тысячи примеров, когда людей приводит в военкомат их собственный мозг, который им в этой ситуации враг. Мы привыкли думать, что этот орган вместилище здравого смысла. Но это не всегда так работает. Мозг будет вам помогать, если вы откажетесь выбирать решения, которые кажутся простыми и удобными. Заставьте себя честно оценить ситуацию. Например, вы пишите на листе бумаги за и против добровольной явки в военкомат. И вы наверняка поймете, что единственное здравое решение сделать все возможное, чтобы не ходить туда и не попасть на фронт. Власть в нашей стране захватили люди, которые вляпались по самые уши и теперь готовы угробить тысячи и десятки тысяч россиян, включая вас, лишь бы не признать поражение. Однажды нам придется все это изменить и построить страну, где знают цену человеческой жизни. А для этого нужны вы, живые и здоровые. Так что никаких военкоматов, пожалуйста. Берегите себя. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok